Попробую-ка я разрушить самый главный стереотип, что женщина за рулем, скажем так, ну, не очень безопасна. Вот я считаю, что женщины уже давно отвоевали право называться автоледи. Знакомьтесь, это водитель Кристина. Поехали. Это история о том, как спор с другом немного затянулся. Кристина устроилась на работу 8 лет назад, доказывая свою состоятельность. И ей так понравился эксперимент, что она решила остаться. Если работа тебе по душе и приносит удовольствие, то это вообще не работа. Это хобби, за которое тебя еще сверху платят. Кристина за кадром нам сказала, что 85% пассажиров разговаривают, любят поговорить, что-то обсудить, поделиться тем, как прошел день. Дети как себя ведут в машине. Редко кто молчит из таких деток. В основном кто-то разговаривает. Я вот еду на танцы, я начинаю рассказывать. Это мило. Дети – любимые пассажиры Кристины. Рассказала, что именно для них машина украшена игрушками, а в бардачке всегда припрятаны сладости. Последний маленький пассажир Кристины ехал к бабушке с книгами в рюкзаке. Всю поездку рассказывал, как любит читать фантастику и почему книги интереснее мультфильмов. Вы же сами мама, да? Да, Ланя, пятилетний сын. Первое время не отпускал на работу, когда был помладше. Сейчас он уже понимает, что если мама работает, то это значит, что мы в выходной пойдем в мегадом, что мы купим новую игрушку, что мы куда-то съездим. Поэтому сейчас он радостно меня отправляет на работу. Кристина устраивалась в такси 23 февраля вместе со своей кумой. 8 лет назад они были первыми девушками-водителями на фирме. Интересно, что мужской коллектив с теплотой отреагировал на новых коллег. Рассказали девушкам о правилах работы и пообещали помощь в случае чего. Если стоять где-то на аварийке, на проезжей части или на обочине, остановиться, обязательно спросят, как дела, все ли в порядке, ничего ли не случилось, чем-то помочь. Если пробьете колесо, будете менять? Не буду. А умеете? Умею, но не буду. Нет. Предоставлю мужчине делать это. То есть либо коллеге, либо другу позвоню кому-то. Почему? Потому что это все-таки не женское дело. Еще Кристине больше нравится работать в ночные смены. Машин на дорогах мало, а город подсвечен. А если попадется буйный пассажир, всегда можно нажать на тревожную кнопку. Тревожную кнопку нажимают в случае прямой угрозы жизни, либо здоровью, психическому, либо физическому. То есть если есть какая-то реальная угроза, если человек просто, допустим, конфликтует, если человек не хочет рассчитываться, для этого не нужно нажать тревогу. Буквально последняя моя тревога, когда клиенту просто было скучно. Это был белый день, это было воскресенье, ему было скучно. И вот он говорит, у меня есть деньги, но я не буду рассчитываться. Я хочу праздника, я хочу, вот мне скучно, хочу веселушечек, поэтому было такое, да, я нажала тревогу, потому что он просто не хотел выходить с машины. Такие ситуации случаются крайне редко, поэтому свою работу Кристина не перестает любить. Быть водителем такси равно не знать, что такое депрессия, потому что каждый твой день наполнен разными людьми, разными событиями и маршрутами. Субтитры создавал DimaTorzok